Ребята, всем привет! Меня зовут Пиксель, и прямо сейчас я нахожусь у себя в деревне жителей номер 13. И сегодняшний ролик я хочу начать с довольно-таки интересной находки. Посмотрите, пожалуйста, внимательно на ваши экраны и обратите внимание на эти грядки. Я, если честно, пока что не имею ни малейшего понятия о произошедшем. Я не понимаю, почему грядки находятся в таком плачевном состоянии. Воды нету, все саженцы сгнились, земля превратилась в траву, выросли какие-то бурьяны, ни одного фермера нету на рабочем месте. И что самое интересное, никто сюда не подходит, потому что здесь просто невыносимый запах. Я его даже описать по-нормальному не могу, но во всяком случае я постараюсь. В общем-то, представьте запах гнилой картошки, гнилой морковки, все это параллельно с этим пахнет землей, плесенью и дождем. Вот ровно так сейчас пахнет в моей деревне жителей номер 13. И, естественно, в сегодняшнем ролике я хочу понять вообще, что произошло, потому что не только две эти грядки испорчены, вы не подумайте. Центральная грядка, которая всегда была очень красивой и была очень засаженной, тоже превратилась в какое-то уродство. Это просто ужас. И все это находится прямо возле моего домика. Помогите, пожалуйста, парочка изумрудиков. Помогите, пожалуйста. Ё-моё, тут даже жители какие-то себе на помощь какую-то собирают. Видимо, из-за того, что грядки испорчены, работать теперь здесь никто не будет и фермеры собирают деньги с прохожих. Всё не так, Пиксель. Всё вообще не так. Нас уволили из-за того, что кто-то грядки испортил. Мы остались без работы, без денег и даже без еды. Ё-моё, подождите, я... Я поначалу... Жители, извините меня, пожалуйста, что я так пошутил жёстко. Я просто поначалу подумал, что это какая-то шутка и эти фермеры не имеют к этим грядкам никакого отношения. А раз уж тут такая серьёзная ситуация, то я ещё раз искренне прошу прощения, я никого обидеть не хотел. Просто я как-то действительно не рассчитывал на такой поворот событий. Да, Пиксель, ситуация действительно очень серьёзная. Я уже пожертвовал этим жителям немножечко изумрудов. Ты только представь, каково это. В один день проснуться и понять, что у тебя больше нету работы. Носатый, да я это всё прекрасно понимаю, только я не понимаю, если честно, одного. А из-за чего грядки-то испортились? Вы вроде как сказали, что это сделал кто-то специально. Ну, если я всё правильно понял. Мы не знаем, Пиксель. На грядках начались огромные проблемы, из-за чего они просто перестали плодоносить. Сначала появились какие-то непонятные крысы, потом куда-то вода пропала по всей деревне. Даже в нашем озере. А потом... А потом просто невозможно было посадить новые плоды. Они тут же куда-то пропадали. И после этого нас всех уволили. У нас теперь ничего нету. Обалдеть, конечно. Я просто в шоке, если честно. Я бы никогда не подумал, что такое может произойти в нашей деревне. Я, конечно, понимаю ваши эмоции прямо сейчас, жители, но я вас очень прошу. Постарайтесь немножко успокоиться. Потому что истерика ещё ни до чего хорошего не доводила. Сходите все вместе на прогулку. Выпейте чаю. Расслабьтесь. И как-то постарайтесь отвлечься. А я прямо сейчас с ребятами постараюсь решить ваши проблемы. И постараюсь вам как-то помочь. Не изумрудами, конечно. Но, как мне кажется, чем-то более-более важным. Короче, как вы понимаете, ребята, прямо сейчас мы будем стараться восстановить с вами абсолютно все грядки на территории нашей деревни. Именно для этого я беру с собой ведра. Беру с собой алмазный меч. Беру с собой мотыгу. И беру, конечно же, с собой лопату. Фух, обалдеть. Конечно, очень эмоциональный рассказ со стороны жителей. Что я, знаете, даже немножко переволновался. И у меня настроение как-то пропало. В начале этого ролика я там старался шутить, смеяться. Но сейчас, как вы понимаете, мне вообще не до шуток. И на самом деле, все это действительно очень странно. Вода действительно пропала абсолютно во всей деревне. Она пропала и в грядках. Она пропала в этом озере. И, как я понимаю, она, несомненно, пропала в колодце. Именно по этой причине мы вместе с вами прямо сейчас спускаемся к водоему. И набираем полных три ведра воды. После чего, наверное, наверху создаем бесконечный источник. И начинаем заполнять грядочки водичкой. Потому что вода это основа жизни. Без нее у нас вообще ничего не получится. И после того, как мы зальем воду, мы уже с вами начнем бороться с вредителями. Бороться с крысами. Заниматься облагораживанием территории. Заниматься вспахиванием земли. Удобрением. Короче, всеми вот этими вот фермерскими мелочами. Я, как вы понимаете, в бывшем тоже неплохой фермер. Я тоже кое-что здесь знаю. Поэтому, как мне кажется, у нас вместе с вами абсолютно все получится. Короче, создал я очень быстрый бесконечный источник воды. И заодно давайте вместе с вами проверим, есть ли вода в колодце. И, к большому удивлению, ее здесь действительно нету. Это, признаюсь вам честно, максимально-максимально странно. Просто, как вы понимаете, вода из колодца и из грядок, и параллельно с этим из озера, ну, она просто не могла взять вот так вот и в одну секунду пропасть. Поэтому, как мне кажется, в этом действительно кто-то замешан. И, фух, прямо сейчас мне все-таки придется бороться с этими вредителями, потому что, как мне кажется, я уже нашел одну из этих нор. Я немножечко глубже прокапываюсь и нахожу первых вот этих вот крысенышей маленьких. Они действительно очень маленькие, но, к большому сожалению, нифигашенькие, не миленькие. Урон у них небольшой, поэтому, как вы понимаете, я с ними довольно-таки быстро смогу разобраться. И я практически с этой грядкой полностью закончился. Они, ешкин кот, прорыли себе тут неплохие такие тоннели. И вы представляете, сколько в них сейчас нашей картошки и нашей пшеницы. И параллельно с этим нашей морковки, е-мое, ну меня тут, они втроем, втроем меня придавили. Но ничего, ребята, я думаю, что я с ними сейчас справлюсь. Тихо, 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 тихо. Вот очень мало здоровья, очень мало здоровья, но благо... Фух, благо я выдержал, е-мое. Если честно, я уже думал, что все, мне придется возрождаться и бежать сюда заново. Но все обошлось. Все эти проходы, естественно, засыпать я сейчас не смогу. Я этим, пожалуй, уже буду заниматься за кадром, потому что у меня просто нету столько блоков. Самая главная задача прямо сейчас, это разлить как можно больше воды прямо вот сюда. Чтобы земля, которая есть на грядках, начинала потихонечку пропитываться нашей замечательной водой. И по большому счету, я создал еще один бесконечный источник воды. И вот теперь можно наконец-таки заниматься вспахиванием грядок. И как вы видите, водичка уже потихонечку начинает пропитывать нашу с вами земельку. Это, как вы понимаете, очень и очень хороший знак. Потому что буквально через несколько секунд мы вместе с вами сможем засадить сюда наши замечательные плоды. И морковочка, картошечка, пшеничка так же, как и раньше, будут замечательно расти. Я, если честно, с одной стороны понимаю жителей, но если так подумать, я их одновременно с этим и не понимаю. Потому что, ну, залить сюда воду и перебить этих крыс было довольно-таки простой задачей. Возможно, они, конечно, очень сильно расстроились, но если бы меня вот так вот уволили, если бы у меня не было денег даже на еду, извините меня, наверное, последнее, что я бы делал, это стоял с таким плакатом, просил о помощи и прямо в центре деревни плакал. Я бы 100% что-то придумал и 100% начал бы решать эту проблему самостоятельно. Ну, или на крайний случай подошел кому-то тихонечко и попросил помощь. Потому что вот так вот, ну, не знаю, ребята, как-то это странно. Вы, конечно, свое мнение можете написать в комментариях, можете написать, как бы вы поступили в такой ситуации. Но я свое мнение вам уже озвучил. И, как вы видите, одну грядку мы вместе с вами очень быстро, ну, так скажем, отремонтировали. Конечно, картошечки мне для того, чтобы полностью засадить грядку не хватает, но вот с морковкой, как вы можете заметить, проблем у меня таких нету. Абсолютно вся грядка с морковкой полностью засажена. И теперь, как вы понимаете, наша с вами задача очень и очень простая. Такую же процедуру нам необходимо повторить с остальными грядками. И, как мне кажется, это будет гораздо проще и гораздо быстрее. Потому что там грядочки поменьше, да, и, если честно, нор таких я там не видел. Поэтому, возможно, здесь даже крыс нету. Я, конечно, проверю. Но, опять же, мне кажется, что здесь все нормально. И, как вы видите, здесь все действительно замечательно. Поэтому наша задача просто сюда налить немножечко водички. Естественно, создать такой же бесконечный генератор. Так, секундочку, сейчас я его быстренько сделаю. Во, замечательно. С помощью ведрышек это все раскидываю. И повторяем ровно такую же процедуру с противоположной стороны. И, опять же, ребята, все. Все. По большому счету, все готово. Вспахиваем землю. Даем ей несколько секунд напитаться водичкой. И все будет готово. Можно будет брать семена пшеницы. Брать морковку, брать картошку. И тоже все это дело здесь засаживать. По большому счету, все проблемы жителей я решил буквально за несколько минут. Задачи, как я говорил ранее, весьма странные. Параллельно с этим весьма легкие. Но самое главное, что мы вместе с вами решили проблемы жителей. И теперь, по большому счету, они наконец-таки могут перестать плакать. Убрать этот дурацкий плакат. И дальше продолжать заниматься любимым фермерским делом. Подожди, Пиксель. У тебя реально все получилось. Ты с крысами справился. И грядки отремонтировал, ребята. Он спаситель самый настоящий. Жители, мне, конечно, очень приятно за такие слова в свою сторону. Но поверьте мне, ничего сложного в этом не было. И, кстати, слушайте. Если я не ошибаюсь, то у меня возле дома в мусорке лежало несколько костей. Я, конечно, очень не хочу сюда залазить. Но это действительно правда. Запах, конечно, тот еще. Но я это хочу сделать для того, чтобы создать костную муку. И с ее помощью, параллельно с этим, немножечко удобрить плоды, которые я вместе с вами уже посадил. И, опять же, дать таким образом толчок жителям, чтобы они могли по-нормальному эту грядку улучшить. По большому счету, мы реально с вами сделали все очень быстро и очень легко. И, как я понимаю, жители вроде как довольны. Конечно, довольны. Спасибо тебе огромное, Пиксель. Не знаю, что бы мы без тебя делали. Ничего страшного, носатые. Не переживайте и не стоит, как говорится, благодарности. Самое главное, что вы довольны. У вас поднимается настроение. И это для меня самая лучшая благодарность. Ой, фух, ребята. Пожалуй, на этой благодарственной, так скажем, ноте я буду заканчивать сегодняшнее видео. Не забывайте подписываться на канал, тыкать на лайк и нажимать на колокольчик. А также обязательно заходите завтра. Для просмотра нового интересного видосика. Всем огромное спасибо за просмотр. Всем удачи, до завтра и пока-пока.